Провел встречу в рамках антинаркотической комиссии заместитель начальника управления по территориальной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Ленинского городского округа Дмитрий Черкасов. Местные активные граждане и обращались неоднократно по данному поводу. Ситуацию нельзя охарактеризовать, что где-то лучше, где-то худше, хуже. В целом у нас городской округ прилегает к Москве, прилегает к Амкаду, тем более южное направление. Он находится в так называемом красном горячем поясе по наркопреступности. Жители населенных пунктов, входящих в состав территориального отдела Расторгуева, рассказывают, что часто становятся свидетелями распространения так называемых закладок запрещенных веществ. И это подтверждает и начальник терротдела Татьяна Полякова. У нас эта территория, она очень остро нуждается в том, чтобы на нее обратили внимание. И включили маршрут патрулирования в безусловном порядке. Решение такое, что пообщаться по поводу приближения маршрута патрулирования именно к этим улицам. Я выясню, у нас же опять, мы говорим про полицию, но мы забываем про наших коллег с Росгвардии. У них также есть экипажи, которые передвигаются. Я с начальником Росгвардии нашего округа переговорю завтра, выясню, может быть, у него есть возможность. Тем более, место дислокации у них – это ваши соседи, на вашей территории они находятся. Я думаю, мы что-нибудь придумаем. В ходе беседы председатели садовых некоммерческих товарищ, старосты деревень и старшие по домам могли задать интересующие их вопросы, касающиеся патрулирования придомовых территорий правоохранительными органами, действиях в случае обнаружения наркопритонов и функции видеонаблюдения. Также на встрече местным жителям объяснили, что работа по противодействию распространению наркотиков проводится всеми структурами. В борьбу должны включиться не только органы власти, общественности, но и каждый житель, который может сообщить о проблеме на горячую линию. Номера телефонов были указаны на листовках, которые смогли получить участники встречи. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно этого.